всем привет мы снова с вами и сейчас вас ждет очередная порция хороших новостей так как здесь мы говорим только о хорошем о добрым интересным и о чем угодно что взорвало не мозг и от чего мое тело трепетало от восторга я покажу совершенно другой мир поехали вы любите рыбку я вот очень люблю и даже сам хожу и ловить а для того что я мог его ловить здесь в чехии я сдавал экзамен и каждый год покупаю себе разрешение на ловлю рыбы каждую рыбку я записываю в этот документ и потом в конце года сдаю его для отчетности некоторые скажут на хер какое-то еще разрешение сейчас схожу поймаю там рыбку пожарю быстренько никто не заметит вот именно с этого мало и начинается браконьерство а там где возникает браконьерство потихонечку наступает экологическая катастрофа сожалению человек почему-то думает что ресурсы нашей планеты не ограничены по крайней мере на его то жизнь точно хватит а чтобы потом в принципе пофиг да если бы на планете было очень мало людей ну скажем тысячи то в принципе можно сказать что для этой тысячи ресурсов на планете очень много и они не ограничены так как по сравнению со всем изобилием чего-либо на планете потребление этой части людей очень мизерное и планета успевает их восстановить но если взять реальную обстановку то наша человеческая деятельность для планеты губительно даже без браконьерства если обратиться только к одной отрасли а именно к рыболовству то ущерб от незаконной ловли рыбы составляет в год примерно 19 с половиной миллиардов долларов и это только финансовая часть потери а уж какой наносится ущерб природе тут и подсчитать то сложно однако есть отличный способ как отследить незаконную ловлю рыбы нет для этого не нужно использовать какие-то дорогостоящие спутниковые системы и сети можно просто воспользоваться услугами океанских альбатросов да да вы не ослышались именно океанских альбатросов а знаете почему они могут отслеживать незаконную рыбалку а все потому что они очень любят рыбку особенно на халяву а когда чаще всего перепадает халявная рыбешка правильно во время рыбалки если прикрепить к альбатросам датчики которые будут обнаруживать радары кораблей то как только начнется масштабная рыбалка где-либо в океане альбатросы тут как тут именно этот способ был изучен в индийском океане исследователями из национального центра научных исследований франции они связали 169 странствующих океанских альбатросов с этими датчиками которые помимо обнаружения радаров могут также подтвердить включен ли транспондер на лодке который власти обычно используют для отслеживания судов обычно их отключают во время незаконной лоли рыбы исследование показало что за 6 месяцев из всех обнаруженных судов треть из них была с выключенными транспондерами то есть корабли не сообщали свое местонахождение а это значит либо они об этом забыли либо что скорее всего будет правдой занимались чем-то незаконным это дешевые формы наблюдений может спокойненько совместиться со спутниковым мониторингом и альбатросы могут быть отличными следопытами так как это большие птицы и они летают на громадное расстояние и их очень привлекает рыболовные суда очень интересное исследование и мое мнение люди обязаны как можно чаще обращаться к природе так как они мы ни черта не знаем ну а браконьерам не советую заниматься этим незаконным делом поберегите нашу планету вам и вашим детям тоже на ней жить и мы все живем в одном доме и никуда мы отсюда не денемся как же надоели эти каменные джунгли вы согласны кто из вас любит природу и нахождение в ней больше чем город я думаю многие но все же здесь могут быть разные мнения например я родился и вырос в деревне как вам объяснить одним предложением что значит жить в деревне это когда выходишь с утра на крыльцо крыльцо это если что вход в дом если кто не знает и твой взор устремляется в горизонт они в окно соседнего здания я понимаю многие сейчас скорее всего не поймут как жить вообще без комфорта которому сейчас все так привыкли и многие родились в городе тогда такое объяснение все же любят гулять в больших городских парках где поют птички где чистый свежий воздух где шум города немножечко подавлен представили что вы в парке отлично идем дальше теперь представьте что вы поехали с друзьями в компании в горы отдыхать и гуляете в горах в лесу уже начинает темнеть и вдруг все замолкают и вот тут вы понимаете что вы ни черта не слышать что вокруг вас абсолютная тишина и вы думаете что вы оглохли а на самом деле это просто естественная тишина и на фоне нет городского шума вот это вот все вышеперечисленное и есть что называется жить в деревне так вот к чему я все это я хочу призывать все страны мира без исключения к тому чтобы они начали заниматься озеленением своих городов поймите век асфальта уже прошел и пора заботиться состоянии города а его озеленение а его температурном режиме о влажности и также о комфорте жизни в нем поверьте если город озеленять то летом не будет так жарко зимой не будет очень холодно да и вообще быть просто приятнее комфортнее жить в нем именно поэтому голландский город арнам меняет свою планировку чтобы защитить себя от экстремальных климатических изменений например от наводнения или волн тепла согласно десятилетнему плану города 10 процентов асфальта в городе будут заменены на траву или другую зелень чтобы рассеивать тепло и улучшить поглощение осадков город стремится поглощать 90 процентов дождевой воды в почву а не в канализации я вообще восхищаюсь некоторым странами тем как они четко и осознанно планируют что-либо построить и при этом совершенно не сбывая природе и озеленение городов не стоит забывать что мы люди и мы всегда обустроим место где мы живем строите красивые комфортные и климатически приятные города вот увидите вам понравится каким вы видите наше будущее лично я увижу как фантастическом фильме то есть летающие машины новые технологии а самое главное без автомобилей с двигателем внутреннего сгорания когда уже эти шумящие коптящие тачки прекратят свое существование и вообще когда покупка машины будет восприниматься как покупка флешки на 16 гигабайт и знаете кто первый достигнет к этой цели я думаю норвегия оказывается данная страна поставила задачу отказаться от продажи новых всех новых автомобилей работающих на ископаемым горючим 2025 году я слышал когда-то что-то об этом на обычное обещание властей их не планы воспринимается как предвыборной кампании где много чего говорят но ничего не делают и прочитав новости о норвегии я впервые восхищаюсь правительством какого-либо государства никогда не верил в то что какой-нибудь президент либо министр король целый парламент что-то всерьез говорит своему народу но моя точка зрения поменялось так как я понял что норвежцы действительно стремятся в будущее моего воображения на данный момент на каждую тысячу норвежцев приходится 55 электромобилей нидерланды в которых находится более четверти всех пунктов зарядки в европе находится на втором месте и их показатели всего лишь восемь целых и четыре десятых электромобилей на тысячу жителей а в великобритании с францией германии и того меньше где-то в три раза то есть им до моей мечты очень далеко не говоря уже о сша или россии то есть америка по сравнению с норвегией находится где-то еще в каменном веке в отношении к электромобилям а про россию я вообще пока промолчу отбивается такой поставленной цели норвежские власти тем что они делают очень привлекательные налоговые льготы для владельцев электромобилей а также обеспечивает их бесплатными проездами и другими бонусами вы только представьте что в норвегии в этом году ожидается что электромобили займут где-то 60 процентов рынка новых автомобилей это звоночек ребята это звоночек всему миру пора пора всем начинать делать такую же программу вы только представьте если в городе все автомобили будут заменены на электромобили насколько будет тише в городе и насколько будет чище воздух если вы не верите что будет именно так то посмотрите фотки городов во время пандемии когда все были закрыты на карантин даже животные пришли в некоторые города а для этого всего лишь нужно перейти на электромобили и причем все будут довольны ну наверное кроме тех кто занимается добычей нефти и нефтепродуктов вот походы и в австрии тоже прониклись этой темой столице австрии ввели награждение жителей культурными жетонами если они не пользуются своими личными автомобилями для передвижения в городе а если быть точнее то в вене проходит испытание приложение для спорфонов в котором проводится отслеживание движения для измерения пройденного пути и снижение выбросов co2 когда пользователи сэкономят 20 килограмм co2 а это эквивалентно примерно двум неделям ходьбы езды на велосипеде или использование городского транспорта то они получают культурный жетон жетон и потом можно менять на бесплатные билеты в четыре культурных заведениях а именно фолькс театр венский музей концерт-хаус и кунст хала а я со своей стороны поздравляю правительство города вена вы очень большие молодцы наконец-то людям не запрещают а мотивирует их какой-то халявой а как вы уже знаете человек это настоящий халявщик и он лишит себя чего угодно дабы получить этот приз вот именно такие идеи должны возникать в наших головах спасибо ребят порадовали жалко что я не живу в вене на этом все подписывайтесь комментируйте ставьте лайки нажимайте на колокольчики а также заходите в наши соцсети и на наш веб-сайт все ссылочки найдете в описании мечтайте и фантазируйте вместе со мной пока что 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 Продолжение следует...